Я горячо приветствую своих зрителей, в особенности подписчиков канала Реген. Мы с вами продолжаем прохождение кристилрайзинг. Целый месяц меня не было на радарах, но потому что я приболел и до сих пор не восстановился мой голос. Поэтому, возможно, буду немного подкашливать. Прошу меня за это заранее извинить. Итак, вчера, 10 ноября, ну, надеюсь, что эту серию я выложу, грубо говоря, вовремя, поэтому для меня вчера, не знаю как для вас, вышло дополнение секреты Калиостро к этой игре. Но мы пока не можем с вами его посмотреть, потому что... А потому что потому. Сначала необходимо, скорее всего, продвинуться дальше по сюжету. Мы с вами зачищали шахты в прошлый раз, а теперь мы наверху все настроили, спустились вниз и можем продолжать наш путь дальше. Давайте потихонечку вспоминать. Собственно, месяц назад была последняя серия и месяц я не играл. Поэтому, да, есть над чем поработать. Не помню, как тут уже нам менять оружие и так далее. Но, в принципе, вот с этими ребятами нам в любом случае стоит разбираться с помощью цепа. Ну и наших новых способностей, которые у нас теперь есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Поэтому, что думаете, справимся? Так, наводимся на среднее, на среднее, на наше колесико. Ну, давай, бей. Ну, бей. Так, это не то. Пошел в разнос. Дело в том, что он тут не один. Тихо. Отходим. Ах, чуть-чуть не успел. Так, ай, опять не то. У нас же есть какой-то морозный удар. Против таких вот персонажей это самое оно. На Б? Да, на Б. Но надо быть ближе. Оп. Оп. Не забываем, что все это расходует нашей сущности душ. Или... А, капсулы. Капсулы это расходует какие-то, да. Видите? Первый раз в первый класс как будто бы. Все, успокойся, дорогуша. До свидания. Серии будут, как обычно, небольшими. Где-то по часу. Ну, собственно... Дольше удерживать внимание особо-то человека и невозможно. Ну, и... Я лично сам иногда с большим трудом выдерживаю просмотр чего-то более часа. Но только если это какой-нибудь хороший фильм. Вижу там товарища слева. Знает ли он про нас? Предлагаю перейти на шаг. Кто-то еще где-то тяжелый ходит. Тогда можем свою атаку осуществить. И выбить его окончательно. Так, тут у нас пузырек жидкости сопротивления огнем. Химическая капсула. Редко я пользуюсь... Всякими жидкостями по сопротивлению чему-либо. Вроде бы с вами стараемся справляться так, как есть. Но в любом случае... Лучше все это беречь... На боссов. Так вот, да. Я, конечно, рассчитывал на то, что я вам смогу сразу же показать сегодня ДЛЦ. Но для этого нужно отправиться в Бастилию. Но на данный момент у нас есть квест касательно нее. Если мы посмотрим в дневник. Вот, Пороховой след. Но Бастилии у нас отсутствует на карте. То есть мы нигде не можем в нее переместиться. Мы с вами вроде бы выяснили это еще в прошлом эпизоде. Так, немножечко подлечимся. У нас 49 лечилок. Вроде бы как немало. Но учитывая, что сложность соперников растет. Это можно очень быстро растерять. Ага. Тут у нас Висталочка. Хорошо. Конечно же мы его с вами активируем. Но заходить в нее пока не будем. Нам все равно недоступна пока никакая прокачка. Слишком мало душ у нас на это. Ну и... Покупать нам что-либо. Тоже в принципе не нужно. Улучшенная ледяная граната. Ну раз это шахты. Нас тут наверняка в основном в первую очередь ждут. Враги огненные. Будем иметь это в виду. И атаковать их льдом. Не нравятся мне вот эти дровосеки-лесорубы. Такие товарищи очень неприятные. Бьют больно. Двигаются сумбурно. В принципе алхимические капсулы нам нужны. Их можно бы покупать. Оп. Чтобы вот так замораживать противников. И... Наносить им... Критические удары. Я кстати забыл как здесь критовать. Ау. Как тут наносить сильный удар? Имеется в виду. Блин. Надо вспомнить. Надо вспомнить. Настройки игры. Почему-то управление и настройки игры это две разных вещи. Хотя очень странно. Управление это вот это как раз. Напоминаю, что мы кстати играем с вами на максимальной сложности. Все помощники отключены. Вот он режим помощи. Он у нас отключен. Поэтому если что страдаем. Сильная атака. Левый контрол. Д. Мне казалось я... Мне казалось я как-то с мышки бил. Управление не менял. Ну. Ладно. Хорошо. Пусть будет левый контрол. Блин. Да тут такие катакомбы-то. Довольно душные и плотные. Так. Здесь еще один у нас ходит. Шахтер. Робот-шахтер. Автоматон. Вижу паука. Пауки как правило поодиночке не ходят. Они всегда сопровождают кого-то из ребят покрупнее. Они их или чинят. Или как-то там их еще дополнительно. Стимулируют чем-то. Ну да. Да. Вот ходит. Вот он ходит. Давайте-ка подождем пока он идет подальше. Разберемся сначала с пауком. Он нас то ли не видит. Я не могу до сих пор разобраться где у них перед, где зад. И здоровье у них, конечно, полный вагон. Вот видите, я сейчас активирую наш особый прием на пламя. И нам это не даст никакого преимущества в борьбе с этим. Хотя, кстати, в принципе, несмотря на то, что он вроде как огненный, он пламя-то накапливает. Все, сейчас горит. И у него довольно быстро растет шкала критического удара. То есть, точнее, оглушения. Мы раньше его убьем. Хорошо. Хорошо, ладно. Вроде бы потихоньку вспоминаю, как тут надо воевать. Тут мы с вами... Что-то реально можно запутаться. Я ведь оттуда пришел. Тут я душу взял. А нет, смотрите. Тут мы не зачистили еще. А нам, скорее всего, вот туда. Прямо. Ну, коли уж мы с вами здесь, давайте разберемся вот с этим дурачком тоже. Души нам лишними не будут. Что-то как-то не очень много их дают. Так, ну-ка. Может, можем подкрасться? Вроде дремлет. Так, вот тихо, тихо, тихо. Опа. Больше урона, чем по пауку. Так, отходим. Зараза, успел задеть. Свертушки тогда тебе. Вот, поэтому мне, конечно, хотелось, чтобы эта серия была для вас более актуальной и была посвящена ДЛЦ, но... Имеем то, что имеем. Так сказать, не чувствовал я себя готовым в течение этого месяца записывать видео для вас. Потому что трудно удерживать свой голос от кашля. Вот, причем переболел-то легко. Температура была один вечер. Была вот резко, причем она пришла. Я себя чувствовал замечательно. Супруга вот болела. Я держался неделю. Несмотря ни на что. Тихо, а что не зацепилась? Вот, я чувствовал себя замечательно. Потом, когда она уже стала выздоравливать, я вдруг вот прихворал. Но... Один вечер буквально была, да, высокая температура, 38. А затем все, как рукой сняло, но какой-то кашель, причем который исходит не от горла, а откуда-то из носоглотки. Он... Он, зараза, остался. Блин, а... Не понял. Может быть тогда на Б попробуем прыгнуть? На Б прыжок у нее сильнее, чем просто на правую клавишу. Ага. Нам же явно вот сюда. И не зря же вот эту ерунду нам тут повесили. Потом разбежались. Прыгнули. Да, на Б она намного дальше рывок совершает. Так, ну давайте. Он вот тут ходит. Сейчас мы со спины попробуем его атаковать. Оп. Отлично. Душные товарищи гранатами кидаются. Не знаю, конечно, как оно у них здесь. В шахте. Но логично, если у них есть взрывчатка. Надо же как-то породу-то взрывать. Смена оружия у нас на F. Все, вспомнил. И тут у нас как раз электрошок наш. Так, что-то выпало. Парализующая граната. Пускай. Мы еще можем с вами подняться вот сюда и открыть замечательный сундук. Чугун. А, это чугун мы только взяли. Слушайте. Да тут вот этим верхним путем как будто бы можно много чего пообходить. Там вот души, кстати. Там, кстати, души. Допрыгнем, нет? У меня, конечно, нет какого-то тут большого устремления все пылесосить. Эссенция воинской души. Ну, если есть возможность что-то взять, то почему бы, собственно, нам это ау и не взять? Так. Ну, вроде бы все, да? Вроде бы все подобрали. Вот, поэтому, да. Непонятные хвори, конечно, ходят сейчас по роду человеческому. Называть это можно как угодно, но... Ах, ну как-то... Ой, молодец. Ну, фигня это какая-то... Недобрая. И нестандартная. Выйдешь? О, действительно, можно ударить. Вот, видите, взрывчатку-то бросает. Как вот я их не люблю? Они вроде бы... Они вроде бы простые. Навестись на него не могу через стену. Бить могу, навестись на него сейчас только. Они вроде простые, но, блин, зараза, душные такие. Все, до свидания. Алхимическая капсула. Всего лишь одна. Ну, не густо. Так. Модуль долговечности. Третьего уровня. Ой, а что у нас по модулям? У нас пока все модули только третьего. Нам нужно прокачивать ячейки, но у нас мало ключей. И как-то в последнее время их очень мало дают. Что за белый крест? Непонятно, пройти дальше не можем. Зато есть вот такие стрелочки. Мы тут ведь с вами ищем вообще кого-то. Что у нас там по квесту, кстати? Дневник. Это все ерунда. Основной сюжет. Затворник бездны. Месье Марат укрылся. Но я ж не знаю, как он тут укрылся. Кругом. Кругом враги. Я думаю, сейчас будет из-за угла всякая зараза выпрыгивать. О, весталка. Слышно было где-то ее звук. Хорошо, откроем. Все равно у нас нет нужного количества душ для прокачки. Сколько нам надо? Нам нужно 30 тысяч, грубо говоря. В инвентаре у нас есть с вами душ-то с гульки нос на самом-то деле. Ничего мы на такую мелочь не прокачаем. Ты можешь тут зацепиться? Нет, не может. Ага, вот ходит паук и очередной ублюдок-шахтер. Ну, разумеется, ублюдок в контексте шахтерства именно вот этого конкретного чувака. Безусловно, шахтеры это люди невероятной силы, выдержки. Я вообще не понимаю, как они справляются в своей повседневной работе. Народ без малого героический. Ух ты-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Так, надо охлаждаться. Не забываем про это. Причем, чем раньше ты охладишься, тем лучше. Тем больше у тебя будет стамины в остатке. дождаться пока он тупо сгорит но это долго алхимическая капсула 3 ну хоть какой-то кэшбэк весьма условный но лучше чем ничего так с тебя ничего не упала что ли бочки надо ломать забывать их тут в этих по тьмах на самом деле фиг разглядишь а тут вот полезные вещи попадаются кузырьки музырьки с маслом это все безусловно полезные нужно вот иногда эти перевязанные ящики ломаются иногда нет неплохие катакомбы кстати ой чё еще ниже надо идти блин а можно не надо а то я сейчас возьму свои слова обратно насчет прелестности катакомб вроде никого вроде никого а тут какой-то срез да это ведь разбивается разбивается да это срез а мешок ведь мы с вами а это еще один мешок это другой мешок блин ах не дотянулись зараза а тут уже обратно не подняться ай-яй-яй ладно давайте по быстренькому отбежим но интересно может там еще пузырьки или гранаты или лечилки тогда возьмем цеп разбежимся прыгнем и вот сейчас ой фиг проймешь короче говоря какое оружие выбрать лучше для такого мероприятия по выкраиванию для себя всяких ништяков я соскучился на самом деле по прохождением для вас но еще последнее время очень плотный рабочий график он тоже не позволяет прям безотрывно сидеть компьютера точнее сидеть то приходится потому что работа с компьютером связано но не в качестве вот такого развлечения конечно для тех людей у которых игрушки это уже заработок это совсем другой разговор а нам приходится выбирать с полутора сотни подписчиков чем заниматься понимаете конкуренция сегодня в этом плане на ютюбе безусловно очень высокая даже несмотря на отсутствие монетизации те коллеги которые успели уже себе наработать аудиторию опа а вы здесь чем таким занимаетесь интересно в шахтах не упал я горю так про них надо будет почитать критически атаки какие-то у них пошли ёлы так успокойся и и детская сила и они кстати прочнее стали чем обычные пашки ты не можешь так часто стрелять не рассказываем не сказки опа опа сильная вот сильная атака так вот у наших старших коллег по цеху безусловно преимущество они уже аудиторию наработали она необъятная у них это уже заработок и плюс даже в нынешних условиях им продолжают выдавать эксклюзивы которые недоступны нам вот например кто сейчас из простых смертных может поиграть в рагнарёк в год упор ну во первых нужно плойку иметь которой у меня нет потому что на пк сони эту игру решила не релизать сразу хотя странно мне казалось что раз портанули оригинальный год оф вор пускай и спустя какое-то время то они портанут рагнарёк на пк сразу ну чтобы со всех собрать бабло тем более учитывая что сони в последнее время очень активно теряет деньги и нужно пользоваться любой возможностью для заработка но нет поэтому да есть конечно удальцы которые там через тулец через турецкие лиры все это дело покупают здорово но для этого нужна хотя бы консоль так что у нас здесь заблокировано вот везде какие-то отметки стоят типа чё это значит замок на что мне обратить внимание как-то сломать есть трос но механизм явно такой и исключительно текстурка исключительно текстура я даже не знаю тут мы этих ребят убили зала здесь так скажем общая у нас одна подлечимся на всякий пожарный заблокировано ну не знаю да там сундучело стоит и вот этот знак хорошо пока пойдем дальше посмотри так а так блин успел меня задеть а так тебе отходим ну ты еще сюда приперся шакал так ребята давайте-ка в порядке живой очереди зачем ему такое умение кстати один одни стреляют ядрами другие как будто бы стреляют шапнелью что ты делаешь а сильный удар тебе как он как бы особо не намерен драться этот паучок но он выступает в качестве поддержки конечно для других NPC зачем эти кошки нужны в шахтах вот с этими своими взрывающимися талантами еще один сидит наготове вижу тут у нас ледяная граната хотя обычно возле убитых людей лежат души он нас заметит конечно и так и так попробуем его сверху атаковать да вот зараза вот этот шапнелью бьет и у них много здоровья обычно сами помните два удара и эти кошаки ложатся кстати что в дневнике может у нас уже появились какие-то данные по этим товарищам так королевская гипсовая шахта добывают гипс наверное ты мы читали подземный хаос здесь прошло самое ожесточенное сражение между сторонниками герцога Орлеанского и королевскими автоматонами это столкновение оставило после себя настолько катастрофические провалы в земле что в ее недрах оказались погребены целые кварталы лев стрелок а это лев ну извините самый внушительный среди машин своего класса это значит что мы приближаемся к концу игры да уже появляются самые последние модели оснащен четырехфунтовой пушкой которая стреляет как разорванными ядрами так и дробью однако у этого грандиозного зверя есть недостатки если заблокировать устройство открывающее и закрывающее его пасть снаряду и останутся внутри головы автоматона придут к его мгновенному уничтожению не описано правда что он делал именно в шахте лев стрелок зачем он в шахте ну раз тут битва была шахтер самая легкая машина в своем классе да серьезно до сих пор используется для добычи руды в шахтах карьеры благодаря недавним улучшениям теперь можешь применять свое сверло на правой руке еще и в качестве грозного грозного оружия ну кстати да я вот как-то краем глаза так скажем обратил внимание что он бьется как-то легче всех остальных но у меня была мысль может окей мы так с вами хорошо прокачаны блин а как нам открыть это тут дверь стрелка указывает направо но еще мы можем пройти сюда большое месторождение ладно ладно а сюда куда а куда сюда а ну туда же только немножко другой дорогой так вижу там какого-то мини-босса вот эту дверь мы с вами видели из той проекции прикажете нам вниз идти или или нам отправиться через верх опа так оп ой блин а можно было что-то там взять а возможно мы запрыгнем там где ходит вот этот молотобоец как же было попасть к тому сундуку слушайте ну возможно мы возможно мы еще попадем ладно тут вроде слабаки какие-то заметили заметили так ты что так граната пошла нет нет так одной проблемой проблемой а хорошо вот это здорово кстати когда их так цепляет во время активации нашего особого приема ты молодец есть у тебя ключ мужик нет у него только эссенция его мятежной крепкой души так с хорошо и к чему это нас привело вниз упадем если то погибель верная сто процентов давайте вернемся обратно попробуем запрыгнуть сюда держись пожалуйста эгида и вот сюда хорошо и вот сюда замечательно он меня заметит если я вот тут постою ну-ка пониже спущусь сзади бы на него напасть не обманывайтесь он такой как бы медлительный но когда начнет нас бить то окажется намного проворнее чем выглядит а нифига ты как далеко сюда ходишь так не спешим блин срисовал какого рожна тут целых два паука пауки то кстати тоже стреляют промахнулся как 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 все-таки быстро перегреваюсь нет кстати он действительно медлен да елки палки ребята так где я где я повезло ой повезло я думал я над какой-нибудь пропастью еще один крепыш ну ладно давайте этого попробуем побить он тут дремлет тоже не один блин как пауки бесят зараза да успокойся там я их раньше убиваю чем они в обморок падают это на самом деле странно оглушение как-то мне кажется давно быстрее должно быстрее копиться да вот тут был спуск налево мол прохода нет но есть вот этот вот товарищ ах ты зараза в последний момент как-то на нас отреагировал а где у тебя сухой осторожно гида не падать при этом тут вроде бы как есть цеплялка непонятно зачем но есть так ну возвращаемся наверх возвращаемся наверх добивать кто тут у нас еще недобитый кстати утихомирились они тут все снова ладно уже не будем ау 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 надо избавиться вот от этих зазноб бей их блин попал сейчас мы со вторым вот этим пауком разберемся так как ты блин так подняли ну медлительный медлительный да этот действительно не расторопим так тебе и и так мы его пытаемся одновременно сейчас с вами и поджечь и заморозить нужно нужно видеть две алхимические капсулы они быстро тогда закончились все дубина два пузырька с маслом и это все что вы мне можете пообещать ох как ты так не долетел это блин верный был прыжок вот просто это был верняк много чего интересного есть надо это пособирать вот какого лешего хорошо давайте поближе ага тут с вами у нас замок который мы сможем разблокировать теперь вот таким образом открыли срез тут везде вот эти квадраты нарисованы а это что ну и зачем это мне мы же тут с вами были а нет подождите непонятное место там какой-то босс откуда откуда только что с вами пришли короче мы сейчас с вами заблудимся большое месторождение ага мы с вами были только что вот там били вот тут товарищей а вот 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 прыжковые упражнения пацаны как говорится Ключ от модуля Но это от модуля Это не от той тайной комнаты Как в нее попасть Я не видел там никакого механизма Вот реально Который можно было бы активировать Там телега была с камнями привязана Но Чисто текстурка Вот тут внизу Зеленая аура Там босс Мы с вами вышибли дверь Пришли отсюда Где-то тут была еще Чья-то душа Ах Что ж ты так больно бьешься Ну ты же машина Алло Не такая большая высота для тебя Эгида Вот душонка Лежит А добраться до нее Надо было Откуда Хрен его знает Да Тихо не ломай Игру только пожалуйста Иди да не сейчас Ну Я не могу конечно сказать Что нам это прям Очень сильно надо А какого Оооо Слушайте Это было бы смертельное падение Сейчас Сто процентов Опа Улучшенная молниевая граната И мы с вами только что бродили Нет там мы не бродили Ну че пацаны Полетели Ох Аккуратно Лечимся Вот тут все вроде бы нормально Открывается Никаких тайных дверей Все хорошо Усилитель лавуазье Он нам нужен Для прокачивания Наших Наших лечилок Где они у нас Доступны только в этой Что ли Во время Нашего нахождения Висталки Ой я уж думаю Мы отсюда не поднимемся Все Тут мы с вами были Наверное можем идти к боссу Да Подлечимся Вроде бы зачистили И все Ну вроде бы В любом случае Думаю Невелика потеря Даже если мы что-то упустили Кроме вот той комнаты Там возможно Лежало Новое оружие Возможно Мы с вами Там еще с вами Побыл Да Начинаю заговариваться Мы там еще побываем И кто же у нас Здесь такой Насколько он серьезен Новая область Запасы Вы видите его Нет Ну По крайней мере Там какой-то Обычный шахтер Ходит Кто-то тут затоптал Слушайте Ну я вижу Вот Стоит справа Шахтер Он что ли Босс Ну Что ж Дорогие друзья Приготовились Поставлю Быстрые масленки Какой-нибудь Нестабильный Шахтер Да Сейчас будет Сразу же с вами Заряжаем оружие Так На кого-то Она наводится Прикиньте Если босс Будет не один Здесь Нестабильный Разведчик Так А так Слушайте Морозится Легко Тихо А так Ой Хорошо Сейчас мы Его с вами Еще и подождем Наверное Лечилку Использовал Вот Опять я Промакиваюсь По клавишам Ребята Ну Это Конечно Такой Босс Никакой Переключусь Лучше На Компас Ай 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 Блин Накопление Огня С него Слетает А Потому Что У меня Кончилось Собственно Говоря Это Дело Подлечимся Дабы Не Испытывать Судьбу Спокойно Подожглись И Уходим Не Очень Долго Огонь Накапливается Очень Долго А теперь Надо уходить Охлаждение Я его Добью Прежде чем Мы накопим Ну ладно Почти Оглушили Ай Не в ту сторону Пошел Ну все Он сейчас Горит Ну это Очень легкий Босс Просто Невероятно Легкий Тут даже Не о чем Говорить Лечилку Одну Зря Потратил Опять Из-за низклика Модуль Передышки 2 Ключ от модуля Брусок Висмута Что за модуль Передышки Давайте хотя бы Просто почитаем Мы можем Принципе Поставить У нас есть Второй уровень На модулях Но просто Почитаем Модуль Сопротивление Огню Долговечности Окей Модуль Передышки Выносливость Игиды Полностью Восстанавливается Всякий раз Когда она Парализует Противника Во время использования Этого модуля Ерунда Ерунда Паралич У нас Накапливается Долго Я не использую Как вы видите Оружие Ближнего боя А насколько Я понял Вот если Мы будем Использовать Вот такие Короткие Клинки А нет У меня Здесь типа Алибарда Короче Если ты Используешь Короткие Клинки Оружие Ближнего Боя То тогда Оглушение Накапливается У врагов Быстрее Но Я предпочитаю К себе Не подпускать Мы же С вами Все таки Как бы Маги И отыгрываем С вами Магические Способности То есть Не подпускаем Близко Используем Стихии А не просто Тупую силу Так что Для нас Этот модуль Вообще Модули Бесполезные Я не знаю Конечно Кто-то со мной Безусловно Может Поспорить Но Вот Полезных Модулей Очень мало Единицы Так Это механизмы Или здесь Кто-то А так Что-то Заклинило Надо Чинить Вот Большинство Модулей Ну абсолютно Бесполезны Ну вот Ну правда Это Мое мнение Кто-то Если Отыгрывает Там И глубже Погружается Ну возможно Да У них Так Они Забарриканировались Чтобы Не пустить Врага Придется Ити Более Сложным Путем Сейчас Мы с вами Наверное Выпьем Какие-нибудь Души И Прокачаемся Что тут У нас Убежище Так Вот Убежище Кто Забарриканировался Куда Вот 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 Игида Давай О Так Значит А Слушайте Если бы Наверное Сюда Пришли Без Нашего Этого Супер Способности Выбивать Двери Нам бы Прислось Чинить Механизм Спускаться Вниз Немножечко Читерства Да как Настолько Уже Не называли Кто Допустил Меня Так Месье Мой Компанья Мадам Читерство Монг Миссия Шоделло Делакло Они Обзерват Вас Диспенсинг Действуя Все Компанья Действуя Моста Эксподиси Действуя 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 Крайм Компанья Действуя Немножечко Компанья Мммм Какой Странный Машин Вы Опять Какой Это странный Французский Народ Интересно Это Я просто Не знаю Насколько Здесь Вообще Имеет Место И Работает Последствия От принятия Решения Система Но Мы Конечно Можем Пресегнуть Королеве По большому Счету Австрийке А не Француженке Можем Наречь Хозяевами Совет Который Находится В монастыре Но Мы С вами Давайте Как Сказать Озвучим Самое Главное Заблуждение Наверное Искусственного Интеллекта Когда он Читает Что Хозяев У него Нет Не Может быть Монарх Чуток Страданием Народа Это Невозможно Это Утопия Во Про Бастилию Речь Пошла Так Так Опять Это Про Босса Что Вот Это Уже Будет Верховный Босс Немного Босса А, ну все-таки да, все-таки мы будем этим механизмом пользоваться. Тогда я не понимаю, про какой длинный путь она говорила. Ну, значит, так. У нас с вами еще есть 15 минут, вроде как. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут на столах. Друг народа, выпуск такой-то беспристрастной политической газеты, автор Месси Мара, 25 мая 1789 года. Надо же, как хитроумно Месси Эдемирабо обвел нас вокруг пальца, бросившись на амбразуру. В глазах народа факел Прованса еще никогда не сиял так ярко. Но пришло время сбросить пелену и вывести месье Рикетти, этого напыщенного притворщика, на чистую воду. Ведь он всего лишь раб благосклонности, подхалим, ревностный слуга власти под маской патриотизма. Святомирабо, который еще два года назад заложил бы собственные панталоны за 6 ливров, теперь купается в роскоши. Недавно он купил особняк за 200 тысяч ливров. Наличными он насыпает подарками трех любовниц, закатывает пиры и расплатился с долгами. За чей счет, позвольте спросить? За счет нации, чьи интересы он продавал монарху. Как же этот мерзавец, которого невежды приравняли к святым, а слепцы жаждут возвести на трон, потешается над своими глупыми обожателями. Он уже даже не пытается скрывать свое непомерное презрение к делу народа. Можешь менять цвет сколько угодно, хитрый ты хамелеон, но от меня не спрятаться. Я найду тебя в любом обличии, открою народу глаза на твой лицемерие. Не жди, что ради тебя паршивы выскочки мы пожертвуем своими правами, свободой и счастьем. Ух, как говорится. Как тебе тут удается отсиживаться? Так, очередной пасквиль от месье Марата. Сегодня я намерен обвинить в двуличии маркиза де Лафаэто. Слушайте, всех, кто вот на данном, уже двух человек из тех, кто находится в совете, он здесь пытается обличить. Возможно, не просто так. На каждого есть досье, да? Честолюбивый тиран, а на чьи плечи, ослепленная подлой ловкой нацией, возложила свои надежды. Ни для кого не секрет, что в прошлых выпусках я уже осуждал непомерные амбиции нашего дорогого Матье. Но что доселе было в тайне, так это то, что он поклялся меня убить, и мне пришлось скрываться от его мести. Зная, любезный читатель, что отряд, которому поручили сломать мой печатный станок и арестовать меня, был отправлен из шатле. Раз наш так называемый национальный герой может безнаказанно приказывать своим солдатам угнетать честных граждан, раз способен уладить личную ссору общественной силой, то кто помешает ему натравить этих храбрых мужей на всю страну? Что подумает народ Франции, видящий в нем своего спасителя? Приказывая защитникам нации попирать ногами свободу людей, маркист лишь разожжет гражданскую войну. Этот человек недостоин командовать защитниками нации. Гражданами нельзя терпеть такое пьющее насилие. Они должны выступить против узурпации власти и ее неотвратимых ужасных последствий. Приходится читать быстро, потому что, напоминаю, управлять здесь текстом нельзя. Он потом сам поднимется наверх. Так, последние строчки мы с вами не увидим и будем долго ждать, пока они заново отмотаются к нам. Так, что здесь у вас лежит? А где все-то? Почему-то один выжил вообще. Ключ дайте от того схрона, пожалуйста. Но он явно говорит о боссе. То есть, вот этот нестабильный разведчик, это даже, скорее, знаете, не то, что разведчик не в том плане, что не в военном смысле, а разведчик, который разведует месторождение на наличие руды. Что-то нашли, и еще отголосочек ко всему прочему. Так, ну, король вместе с Калиостро. Месье Марат с этого человека, я не знаю. Кстати, на этой площади мы с вами дарили с автоматом. А, пьер, шадерлуды, лакмо. А, пьер, шадерлуды, лакмо. Какой-то, знаете, вот такой шакал, поддакивающий, как в Маугли. Давайте ознакомимся с той информацией, которую на нас свалили с вами и вещами. Так, шляпа Дианы... А, разбойничья шляпа. Броня три всего лишь. Но есть сопротивление огню, сопротивление льду. Я думаю, вы видите там справа, как оно выглядит на нашей героине. Ну, кстати, смотрится вроде бы и не так, чтобы вот совсем плохо. Разбойничий Камзол. Тоже брони на нем нет. Но это уже как-то слишком, ну, не знаю. Вот это все-таки Рейдинг Год мне нравится намного больше. У него и броня хорошая, выглядит он достойно. Не как что-то попугайское. Предметы для заданий, тем временем. Ключ от Реликвария. А разве мы им не пользовались уже? Рычаг мостика получили. Окровавленный доломан. Судя по многочисленным разрезам, солдат, который носил эту военную форму, сражался с автоматонами. Недавно притаченные канты и нашивки указывают на то, что его владелец, пусть и недолгое время, состоит или состоял в Национальной гвардии Мессида Лафайета. Мог ли он выжить с такими ужасными ранами? Копия книги «Les Laisons den Jures» Или «Опасные уроки» или как это «Опасные связи» Это противоречивый роман Пьера Шодерло де Лакло, опубликованный 7 лет назад, снискал славу скандальной и в то же время невероятно успешной книги. Описание разврата и преступной игры затеянной пары аристократов было попыткой обличить нравственное разложение, которое, по мнению автора, отравляло местное дворянство. Кого это не отравляет? Укрытие Марата. Павший в немилость к маркизу Лафайету, а потому вынужденный скрываться миссией Марат, обосновался в этом старом подземном убежище и даже перенес сюда типографию, дабы продолжить свои разоблачающие труды. Он отключил передвижные мостики, чтобы закрыть доступ автоматоном, заполонившим шахту. Слава и бесчестие. Что это? А, это насчет найденных обрывков одежды, новые отголоски. Остальные мы с вами почти... А, кстати, от Энаис мы не нашли все отголоски. Странно. Может, еще предстоит? Памфлеты. Я это пасквилями назвал. Орлеонисты. Тоже можете про них уже на паузе почитать. Я не буду сейчас тратить на это ваше время. И мое тоже поговорим с этим месье Маратом. И, наверное, будем заканчивать серию, потому что сражаться с боссом сейчас мы уже не будем. Наверняка это надолго, потому что там уже будет прям босс-босс. Так, тебе-то че? Мостик это моя проблема. Хорошо. А тут еще можно о чем-то поговорить? Окровавленный тюфяк. Кто лежит на этой кровотечественной матресе? О, это странная история. Я думаю, что ты слышал, что произошло в Пластерфине? Правда. Я туда. Ну, мы взяли в один из спасателей. Он единственный спасатель, кажется. Важно его серьезные болезни, он особенно говорится. Что он сказал? Он продолжал сказать, что Лафаэд был тратер в Крэйнг. Что флаксон-херд-херд-херд-херд-херд-херд Ну, это к делу не пришьешь. Ну да, у вас же личные счеты. Да, и кто-то такое-то благословение давать. Ходишь там, поддакиваешь кому-то, ты вторичен. А, королевские дети, кстати, известно ему что-то о них или нет? Да, и по нему видно. Расспроси, месье де лакло, будем его искать здесь, да? Подпольная жизнь. Ну, это не очень, конечно, интересно. Будем это слушать или нет? Эти его байки. Ну, давайте. Если он будет повторяться, то прекратим их слушать. Ну, и, конечно, не забывайте писать. Нужно, чтобы я озвучивал их текст? Или вам достаточно субтитров? Потому что я знаю, что некоторые смотрят в полглаза на фоне. А английский на слух воспринимает не все хорошо. А, это все, да хорошо, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Товарищи. ничего не буду говорить там же как раз те кто ему нужен а мы вроде бы как сами себе хозяева давайте будем последовательны что задала клон инженер военный может наша серая какая-то лошадка хорошо все на этом разговор мы с тобой закончили больше тут брать нечего сейчас мы с вами съедим парочку эссенций а в следующей серии отправимся ниже уже так инвентарь пояс быстрого доступа эссенция мятежной души эссенция благородный по-моему благородный это вот самая так скажем цена 750 она самая дешевая 28 а мне надо почти 30 так это ты давайте съедим тихо 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 не надо не надо не надо я скушки хочу давайте сидим 2 и этого будет достаточно прокачаемся посмотрим чтобы нам такого с вами она масленка кстати эффективность усилитель лавуазье у нас есть поэтому мы это улучшаем безусловно оружие а тут уже нужен орехалк мушкет прокачивать особо смысла нет он принципе и без него хорош дубинки у нас кстати со льдом есть фальшионы сабля которые как бы просто больно бьют у них ураган клинков нужно души хорошо сначала прокачаем себя мощь это наш урон и сила прочность стихийная алхимия инженерное дело броня у нас немножко стало отставать здоровье давайте прокачаем здоровье конечно понимаю что так наверное прокачиваться как бы неправильно потому что нужно вроде бы как а смотрите у нас ячейка b 3 уровня ага давайте ячейку а прокачаем почему нет надо нам наверно качать алхимию инженерку вот прям постоянно но это все-таки не dark souls поэтому тут наверное стоит какую-то линию баланса все-таки сохранять я бы наверно съел бы еще душ допустим вот так вот и прокачать оружие наверно наверно стоит качнуть вот фальшион и саблю иногда в руки я такое беру и стать еще королевский мушкет электрить но у него электрический вихрь ладно давайте вот то что мы уже с вами пробовали прокачивать то и прокачаем вот так вот фальшион и сабля и у нас с вами должна 1000 остаться а даже 1890 я бы нам прикупил алхимических капсул допустим тысячи на полторы вот так и будет у нас еще денежка на может гранату какую-нибудь молниевая ледяная давайте вот купим ледяную у нас на одну есть и хорошо мы безусловно можем с вами вещи кое-какие продавать что у нас есть лишнее чем мы с вами не пользуемся разбойничий камзол я его надевать не буду сто процентов когти тысячи порезов ни разу пока не пригождались цеппа ревита не впечатлил но бог с ним пока оставим их в наличии дофига еще можно принципе продать чугуна и бронзы висмута но дабы качнуть еще один уровень например сколько нам кстати надо и сколько на оружие обычно требуется бронза 2 чугун 1 бронза 3 чугун 2 не очень много а мы периодически в принципе эти штуки находим мы эти штуки находим поэтому можно попродавать немножечко того другого нам нужно теперь 32 тысячи примерно тридцать одну с половиной накопить такая у нас с вами здесь чисто бухгалтерская история предлагаю продать где-то может быть вот так вот чугуна ну кстати у нас бронза то меньше продать допустим вот столько бронзы сколько у нас 24 о нам еще еще нужно еще нужно подпродать вот так 31 950 отлично как раз хватает мы идем к боссу поэтому нам бы наверное было бы неплохо поднять или выносливость или еще на паралич чтобы оглушать врагов слушать а давайте ловкость качать давайте качать ловкость ну и наверное все наверное достаточно сейчас еще оружие только сменю фальшон и саблю поставим у них нет конечно стихийной какой-то атаки но сойдет и на этом я с вами буду прощаться большое спасибо за просмотр данного эпизода надеюсь вам интересно продолжение игры стилрайзинг может она уже не такое актуальное но как говорится в хайповоз мы все равно с вами не сели не сядем наверное уже никогда тут только так для узкого круга лиц по традиции желаю вам успехов в повседневных делах с вами был сергей мы еще обязательно с вами услышимся всем пока берегите себя спасибо